Друзья, всем привет! Паша на связи. На календаре у нас 17 число, 17 апреля. Киев, Украина. Сегодня я в районе ДВРЗ, сегодня это левый берег, Киев, недалеко от Мегасити, поэтому я решил сюда снова забежать, потому что прошлые ролики вам были, я кто скажу, до вподобы, с этого заброшенного торгово-развлекательного или просто торгово-офисного центра, так сказать, с 90-х годов, который не сильно-то изменился. В частности, я хочу заглянуть в вылоку кишеню, в супермаркет, гипермаркет или как его, просто магазин, обычными словами, и сравнить, посмотреть цены, что изменилось, что появилось, какой ассортимент. В частности, в одном из прошлых роликов мы с вами изучали цены на Пасхи, близится Пасха, все ближе и ближе. И во многих магазинах уже сейчас я вижу подготовки, всякие итальянские мотивы Пасок, украшения, налипки, всякие визерунки. Ну, короче, все, что нужно для майских вот этих вот праздников. Погода, можно так сказать, нелетная. Вчера была намного лучше. Я не знаю, есть такая фраза, есть такая фраза, что у природы нет плохой погоды. И я, наверное, с ней соглашусь. Я с ней соглашусь и добавлю, что нет плохой погоды, есть плохая одежда. Если за окном минус 20, если за окном дождь, нужно просто правильно одеваться. Ну, или иногда брать еще с собой зонтик. Поэтому мы сейчас проносимся, проскакиваем мимо вот этого вот дождевого фронта в Киеве, который пришел и который обещают около двух-трех дней. Ну, а если вдруг вам захочется солнечные какие-то видео, солнечные ролики, вы можете их найти на канале в разделе видео. Или вы можете просто по ссылочке, по ссылочке, по подсказочке перейти, ну, к примеру, на прошлый видос, где я ходил по рынку. И там было просто, там был целый экшен. Я ходил и по рынку смотрел. Но, так сказать, Киева, потому что этот рынок и своей ценой, и своим ассортиментом мне не очень так понравился. И там же был экшен с эвакуацией автомобилей. Там же мужик, просто проходящий пешеход. Это смешно, но это факт. Обещал всем и каждому прострелить ноги. В общем, смотрите, слывающая подсказочка или ссылочка под видео. А я двигаюсь в Мега-сити, в ТЦ Мега-сити. Она находится вон там вот, вон там вот торчит. И прохожу опять же через одну из... Посмотрите, посмотрите на эту парковку. Это просто, это муравейник. Это не парковка, это муравейник, через которую, чтобы человеку просто пройти, нужно сделать такой финт ушами, без которого, ну, тут не то, что припарковаться. Это мне напоминает, знаете, какой-то рынок или какой-то праздничный день, когда приезжаешь куда-то в центр города или еще куда-то, и просто некуда даже приткнуться автомобилем. Вот реально. Сейчас среда у нас. Попробую вот тут вот пройти. Сейчас у нас среда. Будний день, середина дня. Но машин, машин, капец. Что тут происходит вечером, когда люди возвращаются домой, я даже слабо себе могу представить. Так, меня уже почти полностью залило дождем, хотя у меня есть зонт. Ради таких жертв, ну, конечно, я шучу, я буду благодарен всем и каждому за лайк, за вподобайку, палец вверх, за коммент, какой-то фидбэк. Ну, и, конечно, за подписку. Но в любом случае, я каждому из вас благодарен за просмотр, за то, что вы выделяете свое время на просмотр моих видео и активность. Так, заходим, пока дождем не залило. Спасибо. Фу, вот тут будет потеплее. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. То есть, интересно, тут даже есть минус первый этаж какой-то. Second. Интересно. Давайте спустимся, посмотрим, что у нас тут продают. Никогда не спускался, да и, в принципе, я не частый гость. Написано было Second. А это у нас роллер для детей, роллер-дром такой небольшой. Вот, выбираем ролики и начинаем гонять. Есть даже второй этаж с автошколой. Чем мне не понравился в прошлый раз этот торговый центр, так это тем, что тут все как-то давит. И сверху, и по бокам. Вот, все именно, знаете, такое мелкое, небольшое. Потому что сейчас во всех торговых центрах все, ну, огромные пространства, огромные арендные площади. Так, ну, давайте, зашли мы с вами в Велмарт. Я тут бывал уже. Самый первый раз, когда я тут был, мне понравилось. Мне понравилась политика цен, когда выставляют действительно товар, который подходит его срок годности. Они выставляют его в минус 30%. Если вы этот ролик не видели, обязательно посмотрите. Тоже оставлю ссылочку под видео. Ну, что нас сегодня не интересует? Давайте посмотрим мясо, посмотрим вот эти Пасхи, посмотрим молочку и посмотрим то, что мы еще встретим по пути. Так. Вот, кстати, кто не знает, вот это вот, по сути, тоже Пасха. Эти пенетоны. Это итальянские или тайганские такие мотивы. Скидка 89 гривен, 90 гривен с 10 до 14. 4 дня, а 4 дня, не 4 дня, почти месяц скидка. Называется пенетоны. Вот так вот он выглядит. 89 гривен. Это маленький у нас вот такой вот покуночок. Это, ну, условно, чтобы не вдаваться в детали, это та же самая Пасха, просто итальянская. Кекс. Пенетоны, классичный, 500 грамм. Склад борошна и так далее, так далее. Производство. Где у нас производство? Варшава, Польша. Вырублено для ФУЦ, Польша, Варшава. Но максимально популярно это именно в Италии. А вот есть даже шоколадные. 300-34 гривны. Кто у нас цены не понимает, кто у нас с ценами не дружит, вы берете, делите эту сумму на 39, получаете в долларах, на 42, получаете в евро. То есть это примерно у нас порядка 8 долларов. Дальше. Дальше. С этой стороны у нас нет, я думал, что присыпки всякие. Но тоже мотивы, мотивы Пасхи, пасхальные мотивы. Маршмеллоу. Велико дни фигурки. 45 грамм, 61 гривен. А тоже, хоть и вот этот заяц верхний максимально страшный, но для детей, думаю, это будет очень весело. Яйца шоколадные. Вот так вот они выглядят. Внутренность яйца раскрываете и высыпаете просто всего зайца. Цукерки, золотые яички, 200 грамм, 128 гривен. Выглядит закрытая упаковочка. Так, что еще? Все. А, вот есть еще шоколадные фигурки. Черный шоколад курча. Вот такая вот курчатка у нас тоже можно использовать на Пасху. И это у нас белый шоколад. Вот такой вот петух. Курочка с белого шоколада. Есть пасхальные яйца молочного шоколада, 105 гривен. Милка. Видите, все. Нужно держать в тонусе. Подходит Пасха, хлопа, хлопа, хлопа. Сразу организовали. И будьте уверены, что дети будут это раскупать. Как раз на уровне детей сразу выставили, чтобы все это дело можно было брать. Цукерки, зисиатом, велико, дня 197 грамм, 3,40 гривен конти. И вот такие вот имбирные пряники. Зисиатом, велико, дня, мыру, та добра. 27 гривен. Это порядка где-то там 8-10 центов. Маленькие такие вот лепешечки разного рода. 15 гривен. Это порядка 40 центов. Вот, кстати, есть такие большие имбирные пряники. Добрых и светков, и светлых в велико, дних, свят. Есть другой здесь светлым, святым в велико, дня. И, кстати, знаете, что самое интересное? Что вот даже вот такие вот имбирные пряники, которые стоят 50 центов, по сути, 15 гривен, они на всяких разного рода продуктовых ярмарках, на выставках, они будут стоить в 3, в 4, в 5 раз дороже. То есть вот такой вот он стоит примерно, ну, под сотку. 100-120 гривен, допустим, на ВДНХ в Киеве он может легко стоить. С этой стороны у нас, если вы решите сами это все делать, 75 гривен. Что это такое? Форма для сырной пасхи. Я не понимаю, что там внутри. Какой-то картон, не картон, какая-то деревяха. Форма для творожной пасхи. Вот такая вот у нас металлическая. Металл, видите? 81 гривна. Ведерко 62 гривны. И бумажные, одноразовые, так сказать, по 6 гривен, по 9 гривен, по 15 гривен. И даже по 5 гривен для маленьких вот таких вот пасочек. Друзья, напишите в комментариях, а как вы любите покупать готовые пасхи или, возможно, готовить сам. Если готовите сам, то с чем вы любите пасху и сколько, и какие рецепты, может быть, даже кто-то поделится из вас в комментариях. Вот, смотрите, здоровые такие... А нет, это так кажется. Это оно так сложно. Я думал, что это высоченная такая пасха, форма для пасхи. Ну, цены видите, да, на бумажные вот эти вот пасочки. Итак, давайте дойдем, посмотрим в хлебный отдел, где у нас, собственно, эти пасхи находятся. А вот, кстати, тоже лампадки. От 8 гривен, 29, 30, 44. У кого нету, велкам, велокую кишенью можно приходить. Ну, вот, классная. Мне нравится вот такой вот 89 гривен. Это около 2,5 долларов. Очень симпатичная, очень красивая с таким ангелочком. Да и это тоже ничего так. Лампадка. Тоже 89 гривен. Прямо как лампа Аладдина. Никак иначе. Кто согласен? Друзья, отвечаю сразу на вопросы, которые появляются, когда вы смотрите видео. У вас может быть титры, которые перекрывают часть экрана. Для того, чтобы эти титры отключить, вы просто жмете кнопочку с двумя буквами «С» справа сверху вашего экрана. Все, и титры отключаются. В настройках вы можете выбрать язык, если титры вам нужны. И в настройках «Шестеренка» справа сверху на вашем экране вы туда заходите. Вы заходите в раздел «Титры» и выбираете язык, который вам нужен. И все просто. И если вы YouTube пользуетесь не первый день, то, скорее всего, вы должны знать, что такое титры и что их реально можно отключать. Все максимально просто. Так. Давайте посмотрим по мясу, что у нас на сегодняшний день. «Пычинка» свиняча вагова 45 гривен со скидкой, да. Была 59, стала 46. «Ошиек» ваговый 189. Ну, округлим 190 гривен. Ну, симпатичный, в принципе. Не понимаю. Точнее, понимаю, но очень неудобно, когда подсвечивают красным цветом. Такие вот красные фонарики. То есть, чтобы не было видно изъянов, не знаю. «Гомилка» 74 гривны. Нижняя часть спины 29 гривен. «Крыло» куриное 85 гривен. «Филешка» 139 гривен. Было 160, сейчас 139. «Четверть» куриная 64 гривны. Делите на 39, получаете в долларах. То есть, по сути, «филешка» стоит примерно где-то там 139 делить на 39. Получите в долларах. Но, кстати, да. Тут, кстати, дешевле. Обычно она все стоит по факту. В других магазинах, там, где я видел, 169 гривен. Так, что у нас по овощам? По овощам у нас капуста пекинская 70 гривен. Не путайте номер, если будете смотреть. Не путайте номерок, который нужно на весах взвешивать. Обычная капуста белокочанная 15 гривен. 15 гривен. И вот это вот, наверное, у нас молодая капуста. Да, белокочанная молодая импортная вагова 54 гривны. Уже завалено почти все. Киви. Киви 132 гривны. Вот такое вот штуковина. 132 гривны. Маленькие, очень мелкие. Мне не нравится. И пакуночок. Одна штука 92 гривны. Ну, тут порядка где-то 700, наверное. 700, может быть, 800 грамм. Манго 267 за две штуки. В принципе, красивый, симпатичный. И по мягкости самое то. Потому что вот эти, например, 59 гривен, они жестковатые. То есть, можно выбрать, но они жестковатые. Манго должен быть мягенький. Груши дорогие, смотрю. Капец, какие дорогие. 147, 137, 167. Хотя вот есть 47 груша. Можно взять, чтобы она дозрела. Так, что у нас по овощам авокадо. Вот 54 гривен до 79 гривен. Есть мелкая авокадо. 50 гривен. А есть еще какая-то авокадо. 24 гривны. Только я, честно говоря, не понимаю, какая из них. Вот, наверное, вот эта, да. Та, которая совсем стрёмная. И которая внутри имеет уже, знаете, вот я продавливаю. Там внутри реально желе. То есть, куда его использовать. Только, может быть, на маску какую-то делать. Бананы 69 гривен. Оно так и стоит, в принципе. Обычный банан 69, что на рынке, что тут. Везде бананы цена одинаковая. Яблочки 18 гривен. Дешево. Скажу вам дешево. Несмотря на то, что они мелкие. Но цену в 18 гривен на рынках Киева я встречаю крайне редко. Есть 19, есть 25. 18 гривен цена достойная. Рич 28 гривен. Здоровенские такие яблоки 30 гривен. Такие приятно даже употреблять и кушать. Лимончик. Сейчас за окном дождь, поэтому нужно заправляться витамином С. 42 гривны. Апельсин ваговый. Небольшие апельсинчики для фреша. Самое то идет. 45 гривен у нас апельсин. Мандарины. Мандарины вагови 59 гривен. 59. А вот они, мандарины. Мандарины 59 гривен. И 59 гривен вот такие большие апельсины. Побольше, чем с той стороны мы смотрели. Морковка. Морковка дешевая. Вчера я был в каком-то магазине. Я видел морковку 18 гривен. Тут морковка 10 гривен. Если вы не хотите мыть, хотите сэкономить 10 секунд своего драгоценного времени. Welcome. Морковка мыта вагова 19 гривен. На 9 гривен дороже. Чеснок молодый 163 гривен за кило. Чеснок обычный 179. Хотя это странно. Обычно молодые стоят дороже, чем старый, чем пожилой чеснок. Цибуля у нас 14 гривен за килограмм. Буряк у нас мытый. Мытый 29 гривен. А немытый 25 гривен. 25 гривен это порядка 70 центов. Огерок. Глоткий, тепличный. Вот такой вот размер. Посмотрите. Нормально взяли. Если любите огурцы, рекомендую. Очень мне лично нравится. 79 гривен обычный огерок. Пупырчатый. И 120 гривен точно такой же, но тепличный огурец. Помидоры. 89. А вот, кстати, еще один огурец есть. Короче, огурцы на любой вкус. Раз, два, три, четыре варианта. 168 гривен. Да это сколько? Это 5 долларов где-то. 4 доллара с половиной. Помидор. 3 доллара. 89 гривен. Может быть, 2,5 где-то. Коктейльный. Маленький такой вот миниатюрный совсем помидорчик. 138 гривен. Сливка. Люблю. Летом вот такой вот форму помидорчика. 89 гривен. И черри. Ну, тут кошмар. Тут вообще заоблачные какие-то цены. На черри 249 гривен. Это вообще на рынке 100-120. Легко можно черри купить. Желтые 258. То есть, самые дорогие, которые я тут сейчас вижу, это жовти, богови, помидоры. Которые стоят, я не знаю, ну это капец. Прикиньте, ну, 259 гривен. То есть, вы возьмете 2 помидорчика, это у вас будет порядка 70 гривен, наверное, где-то. Кошмар. Перец. Появился перец белозерка. То есть, для салата, для каких-то блюд можно легко использовать 59 гривен. Перец червоный, ваговый, 178. Ну, плюс-минус он так и стоит. На рынке, кстати, на продуктовых ярмарках цена вот на такой вот на красный порядка где-то с 80, от 85 до 100 можно взять. Желтый 199, он всегда дороже. На рынке точно так же он где-то стоит, ну, порядка где-то там 100 гривен. Зеленый, ваговый, 189. Баклажан. Баклажан 168. Цукини 108. И товар тыжня, скидка, видите, 67 гривен. Это у нас за кабачок. Тоже порезали, пожарили. Отличное блюдо. 67 гривен стоит. Картопля дорогущая. 39 гривен. Это у нас гора импортной. Картопли это где-то 1 доллар. 39 гривен. Картопля вагова. 30 гривен. А вот с той стороны я вижу, это она же. Это она же, те же 30 гривен. Это очень дорого. Сейчас картошку можно взять за от 15 до 20 гривен, в принципе, свободно. То есть на рынках 20 гривен это потолок, картошка. Можно поискать, поторговаться, можно взять и за 15. Кто-то, друзья, у меня спрашивал про кинзу. Сколько она сейчас стоит. Ну давайте посмотрим, конечно, это не опт, но хотя бы примерно, хотя бы приблизительно посмотрим, что у нас по кинзе. Цены вот на укроп 16 гривен за пучок, в пучке около 50 грамм. То же самое базилик 50, а нет, не то же самое, 59 гривен, это подороже будет. Тимьян, розмарин, все 18 гривен. А, вот кинза. Кинза 50 грамм, 18 гривен. Видите, да? Но, повторюсь, это не опт. Кто меня спрашивал про опт, я не знаю. Возможно, буду где-то на рынке, на оптовом скажу. Но 50 гривен кинзы в магазине у нас стоит на сегодняшний день 18 гривен 90 копеек. Лучок 21 гривен примерно, так же, как на рынке. На рынке он стоит 20 гривен. Ну и все. Что тут? Витаминный набор, вон есть какой-то витаминный набор. Укроп, петрушка и цебуля. 35 гривен тоже очень удобно. Так, давайте посмотрим по мяску. Мяско всегда важно. Фарш курячий 149 гривен. Тоже подсвечивается красным, прям выколи глаз. Ассорти. Тут у нас яловичи плюс свины на 169 гривен за килограмм. Стегно яловича 295. Вот там вот вывеска. Лопатка яловича 269. Ребра. Ребра свиные подешевели. Были по 200 гривен, сейчас стоят 185-186 гривен. Ошеек 265. Грудинка 169. Очень люблю брать, когда... Ну или ошеек, или какую-то там лопатку, допустим, тоже. Запекаете, солите, перчите, в фольгу положили все. Через час у вас готовое запеченное мяско. Стегно. 175 гривен. И подчеревина 169 гривен. Ноги свинячие 19-85. Вон там, вот вдалеке они лежат. Печенка куриная 99 гривен. Филешка индыча 269. Добрый день. Не-не, я довлюсь цены по ревню. Стегно курика 105. Гомилка 129. И мне вот, друзья, я уже говорил в прошлых роликах, мне лично из всего куриного ассортимента, мне больше всего нравится плечевая часть крыла. То есть, вот так вот она выглядит. Это как, ну такой вот кусочек от крыла. То есть, если мы возьмем вот это крыло и разрежем его пополам, останется плечевая часть. Что я делаю? Я его перчу, солю, добавляю там итальянские травы какие-то, добавляю соевый соус. Маринуется порядка 5-10 минут, можно чуть дольше. Все. Потом вы выкладываете на сковородку, оно жарится. Когда обжарилось без всякого лука, без ничего, добавляете мед. И оно карамелизуется. Все супер вообще получаете. Такое блюдо, от которого просто сносят крышу. Гомилка 74 гривны. Филе куряча ваговое 139 гривен. По рыбке. По рыбке у нас форель стейк 595 гривен. Это порядка где-то 16-16 долларов. Да, где-то так. Может быть чуть больше, чуть меньше. Маринованные. Сразу замаринованные кита. Форель патрона 325 гривен. Это где-то 10 долларов. Мойва. Это ж мойва, да? Я так правильно понимаю. Мойва цены нет. Карась 64 гривны. Это порядка где-то 2 долларов. Белый амур стейк 225. Товстолоб 250. Белый амур не стейки, а патроны просто. 199 гривен. Камбала, кстати, вот посмотрите. Камбала 114 гривен. Друзья, кто не пробовал улиток, не пробуйте. Шучу. Нет, улитки на вкус, конечно, такие. Жесткое мясо. Но, скажем так, надо раз попробовать, чтобы понять, нравится оно тебе или нет. Потому что люди делятся. Мне лично, ну так, если сравнивать, больше нравится, чем не нравится. А вот, кстати, среди икра даже есть икра. Лососевых лососевых рыб. Горбуша. 500 грамм лоток. Стоимость 1960 гривен за штуку. 1960 гривен за штуку. Делите на 38, получите в долларах. Всякие морепродукты. Если любите спагетти, вермишельку какую-то, то берете вот такую вот штуковину. Выкладываете на сковородку с чесночком и потом в спагетти. Получается, просто пальчики оближешь. Так, давайте посмотрим еще у нас по молочке. Что у нас по молочке? Вот такой вот сыр, творог, да? 5% это своя марка какая-то, единичка. Часто встречаю в некоторых магазинах. Велморт, там вот в Велоке Кишеня, я так понимаю, это одна сеть. 26 гривен. Обращайте внимание всегда на цену за килограмм, чтобы понимать, чтобы не варьировать. Тут 180 грамм. А нет, тут даже 200. Смотрите, прям правдивая цена. Я, честно говоря, даже не помню, когда последний раз видел реальный вес 200 грамм. Вот смотрите, тут сейчас возьму. Тут будет 180. А вот на ценнике написано 180 грамм. Тут тоже 180. Вот на ценнике написано тоже 180 грамм. Сметана, вы думаете, тут 350 грамм? Да нет, как бы не так. А нет, 350. Заберу слова обратно. Короче, очень много там, где цена, к примеру, ниже, по факту ниже, она выходит точно такой же из-за веса. Вот это особенно касается молочки. Когда мы берем какую-то молочную продукцию, например, да, вот молоко, любое вот ферма, 840 грамм. Ну, это какое-то, знаете, со стороны бренда какое-то жлобство. Почему не сделать литр? А потому что уже цена будет не 42 гривны, а 50, 50, допустим, гривен. В прошлых роликах, друзья, я вам говорил, если вы хотите экономить, вы можете брать в полиэтилене и потом просто переливать какое-то в банку, как это делали раньше. 43 гривны 65 копеек, ягод инске 2,6. Спускаемся вниз и сразу видим 37 гривен. Точно то же самое. Ягод инске 2,6. 10 гривен разница. Нормально? Нормально. Самая дешевая 31 гривна 99 копеек. Это какая-то, я даже не знаю, что это за бренд, не вижу. 31 гривна 2,5 жирности. Голочина молоко 31 гривна. Ферма 42 гривны. Порядка где-то 1 доллара. Плюс-минус. Ряженка. 19 гривен вот такая вот. С печи 58 гривен литруха 4% жирности. Так, друзья, молочки тут много. Я как-то по молочке прямо, знаете, не ас. Йогурт. 30 гривен вот такой вот питьевой чудо-йогурт. Полуныться, суныться. И 26 гривен дольче с шматочками фруктив. Сырки, плавленые сырки. Сырковые, не плавленые сырки, а говорился, сырковая масса. Вот такая вот на один присест для того, чтобы перекусить где-то, может быть, в поездке. 22 гривны стоит. Вот такие вот сырки. Сырковая масса, злагода, шоколадный, шоколадную крыхту. Я, кстати, люблю все, что шоколадное. 43 гривны. Очень скидки, про которые я вам говорил, 33%. То есть от этой цены вы отнимаете 30%, получаете, ну, порядка, там, не знаю, где-то 30, может быть, даже меньше гривен. И срок годности я не вижу, а вот вижу сверху. Срок годности до 18.04. Сегодня на календаре у нас 17. 17 число. Вот поэтому, видите, один день и сразу небольшая скидка есть. Так, давайте глянем еще борошно, мука, да. Я наможу торпит идти, пкельный борошно. 11 гривен за килограмм сахар, 27 гривен на развес за килограмм. Ну, 28 гривен, если округлить. Яйца поштучно, если, давайте глянем, у нас 385 яйца. Честно говоря, какая-то неадекватная цена, потому что яйца поштучно сейчас уже продают везде почти. 2,60 за штуку, ну, то есть 26 гривен. А тут 385. И что я хотел еще посмотреть, пасхи. Тут пасок у нас нет. Раньше они были вот тут вот. Сейчас их переместили ко входу ближе. Не вижу пасок. Кручу головой, не вижу нигде пасхи. Кексы вижу. Вот только вижу кекс. Но кекс это как бы немного не тот формат. Может быть, это и удобно, что человек заходит и сразу, в самом начале видит в пасхе. Так. А, кстати, смотрите, я грешил. Тут я вижу яйца. СБ какой-то, вид Бернета. Я не туда посмотрел. Смотрите, 338 гривен, ну, 385. А вот тут вот яйца 2,49. Все, разобрались. 2,49 за штуку. Вот это вот. Вот эта цена уже адекватная. 2,49 вполне, вполне вменяемая цена за яйца. Небольшие, ну, так скажем, средненькие. Немаленькие, небольшие. Стандартные. То, что доктор прописал. Вермишелька, макароны, решки вагови 18 гривен за килограмм. Вот так вот они у нас выглядят. Пластивцы вивсяни вагови 20 гривен за килограмм. Горох колотый, мелоны. Не мелоны, а колотый. 17 гривен за килограмм. Крупа пшеничная. Кстати, нравится мне вот такая крупа. Мне нравится, как гарнир. Крупа ячменная. Ячна. Ячна. 10 гривен. А это 9 гривен. 9 гривен за килограмм. Тут хоть объешься. Рис. Довгый. 42 гривны. Пропаренный не вижу. Я обычно покупаю пропаренный. И гречка в былые времена стоила 100 гривен. Сейчас стоит 20 гривен. В 5 раз дешевле. Друзья, вот такие вот цены. Я так ненадолго тут забежал. Сыры и все остальное, что захотите, посмотрю в следующий раз. В целом молочку, рыбку, мяско вам показал. А давайте перед выходом еще салатики глянем. Вот такие вот красота. Красота. Садите. Салат лесовый чок. 34 гривен. Ну, короче, есть что выбрать. Есть что выбрать у нас среди и салатов, и гарниров, и даже какие-то шарики. Картофельные 20 гривен за 100 грамм. Ну, короче, очень все аппетитно, очень все вкусно. Так. Выходим с великой кишени и делаем выводы. Друзья, вот таким вот набегом, заскоком мы залетели с вами в великую кишеню. В этот раз цены, мне, в принципе, ассортимент, да и подход, товар, раскладка мне понравились, скажу честно, по сравнению с прошлым разом. Ну, как-то так вот. Интересненько было. Яйца цены понравились, цены там на ошеек, на мяско мне тоже понравились. Молочка, ну, плюс-минус тоже понравилось. Ну, короче, ставлю жирный плюс этому магазину в очередной раз. Кто живет рядом с великой вот этой вот самой кишенью, их много по Киеву. Обязательно заходите, обязательно покупайте что-то. Громкий трамвай у нас проехал рядом. Друзья, ну и по традиции, конечно же, если вы хотите поддержать мое желание вот в такую погоду куда-то выбираться, что-то для вас снимать, конечно же, вы прожмете палец, вы напишите коммент и вы подпишетесь. Потому что если вы смотрите это видео, досмотрели до этого момента и до сих пор еще не подписались, я очень, честно говоря, удивлен. Все остальное по желанию. Все остальное по желанию, исключительно ваше желание следить за каналом, смотреть новые видосы, смотреть, как Пашу заливает дождем в Киеве в апреле месяце. Дали Будда. До новых встреч, новых видосов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok